Международный фестиваль Мы очень гордимся, что мы растем, что мы развиваемся. У нас новые партнеры, у нас старые партнеры. Мы поддержим наши традиции. Фестиваль проходил два дня. В первой соревновались танцевальные коллективы. Всего за день участников было около 800 человек. Среди выступающих ребята из Пушкинского района Мытищи, Вантеевки, Дубны, Москвы, Чехова, Твери и многих других городов. В следующий раз организаторы фестиваля ждут участников из Грузии и Китая. Пока в таком беготне, в организаторских моментах, пока не поняла довольна-недовольна. Есть в основном позитивные, конечно. Есть какие-то накладочки, какие-то нюансы. Студия современного танца Dream Team из городского округа Мытищи принимает участие в фестивале уже дважды. В прошлый раз осенью это был их дебют. Ребята впервые выступили на фестивале-конкурсе. Тогда им удалось занять второе место. А как вообще прошел ваш дебют? Какие эмоции были? Ну, я не знаю, как у детей. Меня вот так вот трясло. Мы очень сильно нервничали. Но вроде бы было неплохо. А сегодня с чем выступали? Чем порадовались? Сегодня мы приготовили новый номер. Хотели его показать. Вот у нас была типа презентация. То ли пилоты, то ли это из сериалов сейчас модных всяких. Не знаю, просто вот картинка такая навеялась. И как? Довольны их результаты? Ну, есть, конечно, свои недочеты. А так, в принципе, все хорошо. На фестивале всегда работает профессиональная жюри. Несмотря на большое количество номеров, около 80, оно успевает оценивать выступления каждого. Очень хорошее впечатление. Во-первых, хочу заметить, что конкурс развивается. По сравнению с осенью, когда я была здесь, намного выросло количество коллективов. Очень большое количество именно маленьких участников, что порадовало. Порадовало то, что увеличили как бы возраст. То есть теперь это не только там от 8-7 лет, а теперь даже появилась возрастная номинация от 3 лет, что очень радует. Дмитрий Цибульский, являющийся танцовщиком и хореографом-постановщиком на фестивале ABC Arts Азбука Искусств впервые, его пригласили подменить одного из членов жюри. Также он провел для ребят еще и мастер-класс. Дети заряжают просто бешеной энергетикой. Я надеюсь, что поделился с ними точно так же, насколько. То есть вы впервые в качестве жюри здесь, да? Здесь в качестве жюри впервые. Так и на многих конкурсах международных тоже бывало жюри уже. То есть это для меня не ново. Вот поэтому меня попросили, так сказать, на замену. Состав жюри – три человека. Практически в режиме нон-стоп они просматривали выступления ребят 16 марта. Все участники танцуют абсолютно в разных направлениях. Сцена, она всегда делает детей еще более старше, что ли. И тут подход немного другой. Если к детям больше снисходительности, то ко взрослым они могут быть чуть лучше, конечно, но оценки могут быть ниже. Строже. Строже, строже, да, спасибо. Нас впечатлил хореографический коллектив «Веснушки», который работает в двух направлениях. Это в народном танце и в современной хореографии. И стараются и там, и там держать марку. Это очень радует. Еще нам очень понравилась «Палитра». Это студия современного танца. Которая с Ивантеевской, да? Да. Выступление коллектива «Палитра» из Ивантеевки жюри отметила и во втором отделении среди взрослых ребят. Поэтому впечатление по поводу современной хореографии. Есть очень хороший коллектив «Палитра». Хочу отметить его отдельно. И это все будет на награждении. Очень хорошие ребята. Видно, что преподаватели думающие, мыслящие. И то, что они вкладывают в своих детей, это очень ценно. И видно развитие. Это замечательно. Члены жюри отмечают и организационную часть. По их мнению, уровень фестиваля значительно вырос. Более того, у него есть и свой оригинальный стиль. Во-первых, я восхищаюсь организаторами. Фестивали очень стильные. Оформленные сцены, интересные грамоты, интересное оформление. То есть дизайн. Чувствуется, что на дворе 21 век. А вы впервые не заняли? Нет, я уже второй год. Но я часто бываю на фестивалях Московской области. И вижу, что он имеет какой-то свой стиль, дизайн. Победители фестиваля конкурса ABC Arts Азбука Искусс награждали не только грамотами и дипломами, но и призами. Это различная техника, которая может им пригодиться в дальнейшей работе. Также пушкинский коллектив Асидора получил кубок главы города Пушкина. И, конечно же, я хочу поблагодарить Ольгу Борисову Калинову, которая является душой, сердцем в этом фестивале, потому что только благодаря ей сегодняшний праздник состоялся. Спасибо, Ольгу Борисову, вам большое. Цветы от города Пушкина для вас. Я одна. Одна выступала. Что у тебя был за танец? Из балета Орлики, да. А костюм свой расскажи, что это за костюм такой? Ну, это костюм как бы полушек. Полушек? Да. И что ты показывала? Ну, разные кружки, разные комбинации. И расскажи, как тебе фестиваль? Ну, поделись впечатлениями. Ну, мне очень понравились другие, как разные исполнения дел. Какие, например, расскажи. Ну, мне также нравятся разные хип-хопы тоже. Организаторы фестиваля ABC Arts Азбука Искусств вручили еще и подарочный сертификат Пушкинскому комплексному центру социального обслуживания населения на приобретение программно-аппаратного комплекса ТИМОКа для работы с детьми с ОВЗ. Также Московская областная общественная организация «Виктория» получила пылесос в качестве подарка. Его и сертификат организаторы фестиваля приобрели на вырученные средства. Кроме того, участникам конкурса вручили специальные призы от партнеров и спонсоров мероприятия. Во второй день, 17 марта, в рамках фестиваля соревновались хоровые коллективы и ансамбли. Оценивать их выступления также пригласили профессиональные жюри. Евгения Кламис, Владимир Парфенов, Дарья Михайлова, Пушкинское телевидение.